вопрос к алексу команде считает ли ты что харизма человека это что-то врожденное если нет то как прокачать чтобы априори притягивать все телки к своему магнетизму не говоря уже о использовании фишек заебались харизмой мне в свое время говорили алекс проведи тренинги про харизму знаете недавно я вот грише рассказывал я говорю гриш у меня такое ощущение что ну со временем тёлки на меня начали больше вестись прям больше сильно да потому что раньше они вообще на меня в принципе не велись значит раньше тёлки так не велись а что я делал раньше чтобы с ним сексом заниматься и до меня дошла одна обалденная идея что для того чтобы заниматься сексом женщинами не нужно чтобы они на тебя велись нужно их прожимать просто прожимать их процессе они прожимаются почему это происходит потому что когда ты проявляешь настойчивость да то она нет нет да даст но это просто природа женщин вот настойчивость 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 не сливаешься не сливаешься не сливаешься и на раз и отдается огромное количество случаев как мужчины проявляют настойчивость и тёлки отдается да их очень много у меня из-за жизни и из там других там мест Там, скажем так, разные такие истории там бывают. Например, у девушки, которая была моей первой любовью, давно-давно, еще там, хрен знает, в 12-летнем возрасте или что-то такое. Там вообще такая история. У нее мать, значит, не любила своего мужа, ну, ее там, этого самого отца. Почему не любила? Ну, потому что, как было? Он был боксером молодым, он был маленького роста, она была высокая. И он очень хотел такую высокую телочку себе. Ну, и, соответственно, он просто отгонял всех ухажеров от нее. Отгонял, 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 отгонял. Ну, и ей с кем-то хотел страхаться, короче. Она говорил, ладно, решила, хрен с тобой. Ты мой избранник, да, вот как бывает. То есть, у женщины иногда выбор падает на того человека, который просто остальных просто уничтожил, да. И у нас остался один мужчина, и она его выбирает. Как я и говорил, у них нету стратегии выбора у женщин. У них есть стратегия, вот взять того, кто доступен. Меньше из, как бы, скажем так, вот, допустим, есть там пять человек на двоечку и один человек на троечку. Она не будет думать о том, что кто-то есть на пятерочку. Она выберет, как бы, вот этого на троечку, да. Даже если она знает, что есть ребята на пятерочку. Вот она все равно выберет того, кто на троечку, потому что он доступен ей. Вот если человек не харизматичен, и вокруг нет других харизматичных людей, то харизма не нужна. Вот и все. А если девушка тебе доступна, да, если ты можешь с ней проводить время, взять ее, значит, и настойчивостью своей долбить, долбить, долбить и долбить, ты в какой-то момент додолбишь. Тебе харизма не нужна. Харизма нужна для другого. Там харизма нужна для выступления перед аудиторией, возможно, да. Харизма нужна для еще каких-то вещей. Но для соблазнения женщин харизма не нужна. Нужна настойчивость для соблазнения женщин. Все. Харизма не нужна. Поэтому для соблазнения тренинги по харизме тоже не нужны. Нужны они вот где-то в других местах. Но не в соблазнении, ни в коем случае. В соблазнении лучше харизмы работает настойчивость. Я видел огромное количество харизматичных ребят, которые не добивались тех девочек, которых они хотели. Потому что их добивались те люди, которые просто тупо провели настойчивость. И все. И он ни хера не харизматичный. Почему? Потому что еще раз повторяю, женщины не выбирают. Вы выбираете женщин. Вы имеете право и трахаете ее. И она вроде посмотрела, например, при прочих равных из Лесли и Дэна, она бы выбрала Дэна. А Лесли ее дожал просто. И все. Она получается так, что она выбрала абсолютно не харизматичного Лесли, который, сука, взял ее и дожал. Вот правда жизни. Поэтому забудьте про харизму. Не нужна харизма. Учитесь их тупо разводить на секс. То есть прямой подход. Развод на секс. Следующая, значит...